Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Снова напоминаю, повторяю, друзья, то, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Амаркетс, где каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента. Как дополнительная информация тоже можно использовать, если вы привыкли опираться на несколько точек зрения, мнений и факторов принятия ваших торговых решений. Ну что ж, сегодня нас ожидает довольно-таки интересная торговая сессия. Общаясь со своими коллегами, некоторые из них полагают, что сегодня будет самый волатильный день этой недели. Потому что фактически через несколько часов выйдут данные по индексу потребительских цен США. Значимость этого отчета, показателя по инфляции переоценить практически невозможно. Мы точно знаем то, что ФРС ориентируется на этот индикатор в принятии решений по процентным ставкам и будущего потенциального решения по сокращению баланса. В 15.30 по московскому времени выйдет этот релиз, друзья. Поэтому если вы торгуете долларом, если вы делаете акцент на какой-то другой инструмент рынка Форекс, но в связке с американским долларом, вы точно должны сегодня найти время и последить за рынком в тот момент, когда будет публиковаться эта статистика. Напоминаю, друзья, то, что мы очень давно, опираясь на фундаментальный фон из США, сделали ставку на рост американского доллара. И позицию доллара рассматриваем через индекс американской валюты, который сейчас котируется на отметке 100 пунктов ровно. Это наша ближайшая цель, которую мы протестировали на прошлой неделе. Но торговая сессия понедельника ясно нам дала понять, что тестом дело не ограничится и индекс, в принципе, легко сможет закрепиться выше. Рост американского доллара опирается на восстановление доходности американских трежерис. Десятилетки сейчас котируются на отметке 2,8%. Это не оговорка, это не ошибка. Действительно, значение, которое соответствует уже начальным периодам 2019 года. А если мы начнем анализировать тренды вот эти временные, то десятилетки растут уже, по-моему, третью неделю подряд. Бумаги с более коротким периодом погашения двухлетки котируются непосредственно в бычьем ралле уже 5-6 недель. Это, по-моему, максимальные показатели, рекордные показатели роста с 1987 года. Кстати говоря, все эти моменты я вчера проговаривал во время своего вебинара. Надеюсь, что многие из вас присутствовали. Если нет, друзья, запись доступна на нашем канале на YouTube. Можете посмотреть. Мы подробно разбирали, что может случиться в ближайшее время с европейской валютой. Если возвращаться к индексу доллара, то, понятно, ставка на укрепление доллара, она сохраняется, потому что мы помним комментарии представителей американского регулятора, мы помним протоколы последнего создания американского регулятора тоже. И, соответственно, общая риторика, она явно указывала на то, что ФРС не собирается сворачиваться с пути, который предполагает ужесточение монетарной политики агрессивными темпами. То есть мы ждем майское заседание и настраиваемся сразу не только на повышение ставки на 50 байсных пунктов, но и на начало с сокращением баланса. И первые признаки того, что это решение будет принято, мы видели, опять же, в протоколах и в комментариях, поскольку многие представители американского регулятора, в принципе, однозначно отметили, что этот вопрос уже неоднократно обсуждался. Но из-за того, что инфляция продолжает расти, конечно же, ФРС понимает, что нужно действовать сейчас более проактивно и не удастся ограничиться только лишь повышением процентной ставки. Как минимум, друзья, по итогам майского заседания будем настраиваться на начало действия программы количественного ужесточения в объеме 95 миллиардов долларов. Но впоследствии уверен, что эти темпы обратной продажи облигаций ускорятся, потому что индекс потребительских цен еще не скоро достигнет своих пиковых значений. Сегодня, напомню, по прогнозам ожидается, что индекс потребительских цен в США достигнет 80,5%. Это максимум с 1981 года. Я разделяю такую же точку зрения, хотя допускаю, что рост может оказаться и выше в 86-87%. Это, напротив, еще больше усиливает лично мое мнение относительно неизбежного роста американского доллара. Потому что, друзья, чем выше будет инфляция, тем более жестких мер ужесточения монетарной политики потребуется. Поэтому ФРС, безусловно, будет давать рынку то, что сейчас ему нужно. Нам его агрессивная политика на руку, потому что мы ставим на укрепление курса американской валюты. Помимо доллара, сегодня еще в 12.00 по московскому времени выйдет индексы бизнеса «Оптимизм из ЮМ». Ожидаются очень плохие цифры. Минус 48 с минус 39. Ну, тоже, я думаю, вопросов к этой статистике быть не может из-за энергетического кризиса в еврозоне, из-за санкционной политики, которая сейчас боком оборачивается многим странам. Исходя из роста инфляции, статфляция, рецессии, замедление экономического восстановления, снижение потребительской активности. В общем, причин много, друзья, почему сейчас бизнес не очень-то уверен в завтрашнем дне. Поэтому сегодняшний релиз по бизнес-оптимизму я рекомендую трактовать, интерпретировать как еще одну причину для снижения евро. Сейчас пара евро-доллара котируется на отметке 1.0876. Мы вчера обсуждали, собственно, первый раунд выборов во Франции. Напомню, что по его итогам в лидерах оказались Макрон и Мари Липен. Хотя еще некоторое время назад никто не сомневался о том, что Макрон сможет набрать более 50% голосов уже по итогам первого тура. 50% это то, что необходимо набрать для безговорочной победы в соответствии с французским законодательством. Макрон набрал только 27%, Мари Липен 23%. Значит, они встретятся во втором туре выборов, который состоится ровно через две недели. И, соответственно, две недели у Мари Липен есть возможность работать с общественным настроением, с недовольством электората, в том числе и Макрона, относительно политики по мигрантам, относительно высоких цен на топливо и, в целом, роста инфляции. Я думаю, что есть очень высокая вероятность того, что многие изменят свою точку зрения. И я допускаю, друзья, что Мари Липен это не такой уж и аутсайдер, у которого нет шансов стать следующим президентом Франции. Если же Мари Липен все-таки наберет необходимое количество большинства колоссов по итогам второго тура, то рынок ждет серьезное экономическое потрясение и беспрецедентная волатильность. Ну, хотя прецеденты были, например, сопоставимы с победой Дональда Трампа на американских выборах в 2016 году. В общем, друзья, интересно будет последить и за политическим фоном еврозони, но в этом политическом фоне сейчас я вижу риск еще большей неопределенности, которая явно не будет способствовать укреплению позиции европейской валюты. Поэтому ждем евро ниже. По мнению многих инвестбанков в рамках предстоящих двух недель пару евро-доллара мы увидим ниже отметки 1.07. Доллар-иена 125.37. После касания планки 125 я принял решение закрыть позицию с солидным профитом. Друзья, надеюсь, что вы прислушались к моей прошлой рекомендации и также смогли на этом заработать. Золото. Первая цель сделана. Также 1960 долларов за тройскую унцию еще не предел. Я позволил себе весьма амбициозные планы на эту неделю дождаться золота в районе 1990 и выше. И опять же, если мой расчет окажется верным, друзья, то основной рост мы можем получить уже в рамках сегодняшнего дня. Потому что как только выйдут данные по инфляции в США, станет ясно, что пришло время защищать свои капиталы и средства от еще большего обесценивания денег. А лучший инструмент для хеджа в такой обстановке для многих станет традиционное золото, которое в принципе апплиорис с самим фактом своего существования и существует для того, чтобы страховать подобного рода риски. По другим финансовым активам S&P тоже цель наша первая сделана. 4,400 мы ориентировались на эту планку. Сейчас котировки 4,387. Если инфляция сегодня в США достигнет 8,5-8,6%, это еще больше ударит по позициям фондовых активов. Потому что нет ничего хуже сейчас для фондовиков, чем перспектива ужесточения монетарной политики. А ФРС будет проводить более жесткую политику в случае значительного роста инфляции. Также напоминаю, друзья, что еще следим за нефтью. 100 долларов за баррель сейчас. Ждем восстановления в район 110 и выше. И доллар канадец 1,2643. Сейчас завтра заседание банка на Канаду. И, соответственно, решение по росту ставки на 50 байсных пунктов. Я думаю, что детальнее завтра обсудим на утреннем брифинге. Но шорт остается в приоритете с ценами 1,24 и ниже. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии. Всем пока.